Друзья, привет! С вами компания Руфер. Нахожусь на очередном из наших объектов. И сегодня к нам на объект в гости мы пригласили наших друзей, партнеров. В частности, приехал Андрей, технический специалист компании Бостик. Большое ему за это спасибо. Какая у нас цель и почему мы пригласили компанию Бостик? На данном объекте мы проводили фасадные работы. И обратите внимание, друзья, у нас имеются вот такие вот оконные проемы. Собственно, долго думали, чем все это дело закрыть, чем оформить, какие, соответственно, применить решения. В общем, материал мы выбрали, согласовали непосредственно с нашим заказчиком. Ну и теперь, как вы уже поняли, у нас есть основная задача. Как это приклеить, на что это приклеить. И важный момент, чтобы это все держалось качественно. И еще один момент, который интересен каждому монтажнику, это сделать быстро и качественно. Соответственно, для этого мы позвали представителя компании Бостика Андрея, который нам на объекте покажет материалы, которые имеются у них в ассортименте. И, собственно, даст полноценное техническое задание, чтобы у нас все получилось классно. Друзья, мы с вами переместились сейчас на задний двор. Начнем мы монтаж данных декоративных элементов с входной группы. Оформим входную дверь. Что она сейчас из себя представляет? Ну, видим. В качестве фасадного материала применялся каньон на металлический профиль. Ну, вот эти вот все зазоры, щели нужно, соответственно, красиво оформить, как я уже сказал. Для этого мы будем использовать вот такой вот материал. Давайте я вам покажу его и немного расскажем. То есть вот такие вот у нас декоративные имеются элементы. Они уже изготовлены были на производстве по индивидуальному заказу. Что они все представляют? С обратной стороны можно увидеть, при изготовлении применяется XPS. Это у нас экструдированный пеностирол. Соответственно, делаются заготовки, склеиваются между собой. Также при стыковке деталей используются саморезы. Ну и на выходе мы получаем вот такой вот декоративный элемент. С лицевой стороны наносится, соответственно, серпянка и фасадная штукатурка. Далее эти детали после подгонки по месту сборки уже красятся. И мы с вами получаем готовый красивый абсолютно продукт. Но, как я уже сказал, у нас с вами каньон. Это плитка, которая монтируется на профиль. И вот такое вот решение, которое называется мультишип, мы поняли однозначно, здесь использовать не можем. По ряду причин. Но основная это плитка каньон. Сверлить каждую плитку и куда его крепить? Собственно воздух. Это будет не совсем правильно. Поэтому мы и пригласили компанию Бостик, для того, чтобы они нам разработали полноценное техническое решение. Как я уже говорил, два важных момента. Это качество и это быстрота монтажа. Ну что? Да, спасибо, Дмитрий. Ну, соответственно, именно поэтому мы, собственно, сюда взяли такое клеевое решение, как гибридный клей для фасадных панелей. Вот здесь, собственно, мы сделали такую небольшую выставочку этих материалов. Этот клей, как вы знаете, уже применяется на достаточно большом количестве объектов. Основная его, как говорится, задача – это фиксация элементов без дополнительных подпорок. Так как у клея очень высокая начальная клеящая фиксация, клеящая способность. Помимо этого клей этот гибридный, а значит, он может работать в абсолютно любых условиях при температуре от минус 40 до плюс 90, будь то на улице дождь, снег и так далее, клей будет всегда работать. Ну и помимо всего этого он хорошо адгезируется к различным декор-материалам, да и не только. Это может быть в основании, например, металл, это может быть в основании плинкерная плитка, или вот как в данном решении фасадном вот такая вот плитка. Ну и фиксировать, собственно, панели любые, в том числе и из экструдированного полистирола. Для того, чтобы, ну, скажем так, снять все возможные вопросы, а насколько будет легко монтировать такого рода панели, мы с собой вот заготовили такой небольшой, скажем так, элементик, который мы хотим продемонстрировать. Это сам по себе срез экструдированного полистирола, да, вот с нанесенной вот этой серпянкой и фасадной штукатуркой под покраску. Ну и, собственно, взяли вот такой вот элемент. Это обычная тротуарная плитка, она достаточно тяжелая, увесистая. Собственно, вы понимаете, что этот элемент весит очень мало, этот элемент весит очень много. Вот хотел вам продемонстрировать способность работы, собственно, клея. Мы выполнили минимальную подготовку. В данном случае мы использовали клинер наш нейтральный. Для чего мы использовали этот продукт? Дело все в том, что на поверхности экструдированного полистирола имеются, ну, скажем так, гидрофобные поверхности, гидрофобные материалы, вещества, которые могут затруднять процесс адгезии. Ну и чтобы избежать этого, есть несколько выходов. Первый из них, самый простейший, скажем так, с минимальным вложением, это шлифовка. Его тоже можно применять по экструдированному полистиролу, это не проблема, но это достаточно трудоемкий процесс, особенно если мы говорим о широкоформатных элементах. Второй как раз выход — это использование, например, вот таких вот очистителей, но здесь важно не ошибиться. Почему? Потому что такой материал, как полистирол, это достаточно такой нежный продукт. Ну и, соответственно, если мы используем здесь какой-то растворитель, например, ацетон, это может привести к тому, что сам по себе элемент деформируется. Наш очиститель не деформирует, собственно, такого рода поверхности и подготавливает их для хорошей адгезии последующих слоев. Ну и третий вариант, например, подготовки таких элементов может быть использован, например, бетоноконтакта. Но это, опять же, и затратно, и трудоемко, и самое главное, требует очень долгого времени до набора прочности самого себе бетоноконтакта. Поэтому мы выбрали, собственно, самое простое и качественное решение — использование вот этого клинера. Сейчас мы выполним склейку на наш клей для фасадных панелей нашего импровизированного такого стенда. Это кирпичик и, собственно, экструдированный полистирол. Ну вот у меня все-таки остался, да, нераскрытый вопрос, извиняюсь, что перебиваю. Почему все-таки вот нельзя использовать такой вот очиститель, бостик для полиуретановой пены? Ну, конкретно по экструдированному полистиролу... Можно я попробую, нанесу? Можно, да, наноси. Конкретно этот продукт, он просто будет проводить к тому, что экструдированный полистирол будет разъедаться. Вот обратите внимание, сейчас начинается реакция. Ее может быть не сильно заметно на кадре, но вот если я уже начинаю проводить просто в перчатке рукой, то обратите внимание, ну, собственно, верхний слой уже деградировал, и он становится, видите, какой. Да, то есть... Менеется структура материала. Да, да, да. Он просто-напросто разъедает его. Ну, даже если вот сейчас в тени это видно, да, вот часть, которая не была обработана, а вот часть, на которую попал этот растворитель. Этот материал отлично работает по устойчивому к такого рода растворителю поверхностям, например, оборотная сторона панели, HPL, там будет то панели, там панели из композита. Да, безусловно, он справится с этой задачей. Но вот конкретно по экструдированному полистиролу использовать его нельзя, потому что... Ну, по всей видимости, очищает пену, он прекрасно. Мы, кстати, применяем его в работе. Абсолютно, да, он для этого и создан, как говорится, для очистки. Ну, и, Коля, уж мы попробовали этот очиститель, давайте уж тогда нашим, как говорится, слушателям и зрителям продемонстрируем, как работает наш очиститель. Поймем разницу, так сказать. Нейтеральный, да. Соответственно, тоже нанесем на неответственный участок этот продукт. Ну, вот, допустим, вот сюда, вот видите, я даже его там вылил и так далее. Реакции никакой нет, обратите внимание, да, но при этом вот поверхность материала осталась без изменения. Ну, соответственно, он как был, так и остался. Да, соответственно, этот продукт как раз и предназначен для очистки, ну, такой щадящий. То есть он нейтральный, соответственно, и с экструдированным полистиролом проблем никаких не будет. Ну, по сути, мы просто обеспылили. Не только, мы убрали вот как раз тот самый слой, который мог затруднять процесс адгезии, собственно, последующих слоев. Для того, чтобы просто в конечном итоге, за счет того, что клей густой, он вязкий и так далее, он так или иначе будет держать этот продукт. Но, чтобы повысить все эти качества, безусловно, такая подготовка лишней не будет. Ну, и, как и обещал, давайте продемонстрируем свойства нашего клея. Мы сделаем небольшое нанесение, например, такой полосы. Полоса, обратите внимание, совсем небольшая. Клеим наш кирпичик. Закрепляем его. Ну, и, как бы, сам по себе экструдированный полистирол точно никуда не денется. Ну, мы повысим, да, эксперимент. Но, обратите внимание, кирпич, как говорится, висит на этом клее. И никаких, как говорится, ограничений к приклеиванию по факту нет. Все зависит, безусловно, от количества нанесенного клея. Чем больше мы его сюда нанесем, тем, естественно, больше будет вот эта клеящая способность изначальная. То есть, если мы нанесем, как говорится, всем сплошным слоем, то прочность, например, на квадратном метре такого клея на начальной стадии будет порядка 400 кг на квадратный метр. Если мы говорим о конечной прочности, то она может достигать 35 тонн. Но, опять же, все будет зависеть от того, какие материалы мы склеивали. Друзья, ну, хватит теории. Приступаем непосредственно к монтажу. И производим подготовку основания. Да, с учетом того, что, ну, как бы точек контакта может быть много, да, то есть здесь у данной панели есть две стороны оборотных, да, на которые можно нанести клей. Естественно, клей нужно наносить по максимуму с точки зрения там, где будет контакт с поверхностями, да, с основаниями. Ну, конкретно в нашем случае, например, раз вот это верхний элемент, получается так, что над дверью у нас там идет пароизоляция. И, соответственно... Ну, фасад вентилируемый, там, по сути, воздух, а брешетки нет как таковой. А брешетки никакой нет, соответственно, вот эта часть, получается, она не будет у нас ни к чему адгезироваться. Соответственно, она будет просто, как говорится, закрывать и не более. А вот эта часть у нас уже будет уступать в качестве клеевой. Соответственно, здесь же мы будем проводить подготовку и дальше, соответственно, сюда наносить клей. Очиститель нейтральный, он, в принципе, наносится любыми средствами. Ну, например, мы используем вот такую вот губочку поролоновую. Можно использовать меламиновые губки, с ними работать легче и удобней. Ну, и, собственно, расход, в принципе, очистителя, конечно же, зависит от поверхности, да, то есть, насколько она у вас загрязнена или не загрязнена. Ну, в данном случае мы не обращаем внимания на вещи, связанные там с грязью, которая, в принципе, уже находится в самом экструдере, да, она в процессе, я так понимаю, производства работ сюда внедрилась. А вот что касается удаления вот этого поверхностного слоя, который может быть гидрофобным и затруднять процесс адгезия, то здесь как раз наш очиститель этот момент и решает. Ну, и еще, что важно, как и говорил ранее, то, что мы стараемся работать, скажем так, в меньшее количество движений, то есть, не размазывая этот материал, да, ну, так как если есть на поверхности грязь, то вот такими движениями мы его просто-напросто размажем. Друзья, берем второй элемент, это боковой у нас, и готовим, соответственно, на нем основание. Но здесь мы с Андреем приняли следующее решение. Поскольку нам нужно идеально их состыковать, отыграть зазор, и, соответственно, при монтаже мы будем подгонять все это дело по месту, и здесь уже мы будем наносить клей с двух сторон, для того, чтобы у нас было качественно, соответственно, все приклеено. Да, ну, и еще что важно отметить, за счет того, что клей густой, мы будем наносить его треугольной полосой, которая гарантированно приведет к тому, что нам, у нас будет возможность соприкоснуться с основанием, ну, и, соответственно, тем самым придав то монтажное положение, которое мы хотим в итоге получить, выровнять, выровнять, да, прижать, прижать панель, и если вдруг там есть какие-то, опять же, неточности, мы, собственно, опять же, сможем сагаритировать. На все на это у нас есть как минимум 15 минут, ну, то есть у клея рабочее время оно столько и составляет, у клея для фасадной панели, я имею в виду. Ну, и, соответственно, у нас этого будет вполне достаточно, за счет того, что элементы, в принципе, широкоформатные, мы сразу же будем закрывать достаточно большую площадь. Продолжаем готовить, так как здесь клей будет наноситься на обе стороны оборотных этой панели, мы, соответственно, будем подготавливать их сразу. Также с помощью нашей губки убираем, собственно, часть, которая может быть гидрофобной, для того, чтобы повысить адгезионную составляющую нашего клея. Ну, все, наши элементы подготовлены, соответственно, начинаем уже наносить наш клей. Клей у нас уже упакован, собственно, мы зарядили его в пистоле, давайте я продемонстрирую, что это он, а не какой-то там другой продукт. Ну, собственно, вот это видно на колбасе, просто мы уже работали с этим клеем, ну и, собственно, его здесь же продолжаем вырабатывать. В принципе, расход по данному клею достаточно несложно рассчитать. С колбасы можно получить до 15 погонных метров. Наносить мы будем вот таким вот V-образным носиком. Это еще один гарант того, что будет максимальный контакт между склеевыми материалами за счет того, что при распределении именно треугольного клевого валика будет вовлекаться наименьшее количество воздуха. Ну, а наша задача, как говорится, получить качественный ненадежный ремонт. Ну, и еще, что стоит отметить, касательно нанесения. За счет того, что наша панель будет вот конкретно эта фиксироваться вот в таком положении, и клеевая сторона у нас получается только одна, вот эта, мы будем наносить клей вот такими вертикальными полосками. Для чего? Клей гибридный отверждается за счет реакции с лагой воздуха. Ну, соответственно, чем больше воздуха будет попадать в зазор между склеевыми материалами, тем качественнее и быстрее будет происходить отверждение данного клея. В данном случае элемент достаточно легкий. И расстояние между полосами можно задать там порядка 20, а то и 30 сантиметров, что, в принципе, не приведет к перерасходу клея, ну, только придется посложнее посчитать, да, количество полосок и длина этих самых полосок. Приступим. Для того, чтобы избежать выступания клея за пределы приклеенного элемента, мы рекомендуем при нанесении отступать от краев таким образом, чтобы клей не выступил за пределы склеиваемых материалов. Ну, в данном случае вот мы отступили здесь где-то сантиметров 5, ну, и здесь где-то по сантиметру. Потому что полоса будет распределяться вот так, она не будет вот так распределяться в длину. Дальше, соответственно, отступаем от этой полоски, ну, и, собственно, продолжаем наше нанесение. Андрей, а какой шаг должен быть нанесение, чтобы все это... Ну, как я и сказал, все зависит от веса. Если мы говорим о тяжелых элементах, вес которых, ну, приличный, да, например, мы говорим о фиброцементных панелях, то там все будет зависеть от шага обрешетки, если мы клеим на, собственно, вентилируемый фасад. Если мы просто приклеиваем декоративную панель, например, к основанию, к монолитному основанию, и панель, ну, действительно тяжелая, то минимальный шаг, который мы рекомендуем задавать, ну, порядка 10 сантиметров, но все упирается в вес и формат элемента, да, то есть в данном случае вес небольшой. Ну, элементы абсолютно легкие. Да, поэтому мы задаем шаг достаточно такой значимый, можно, в принципе, и больше задать. Ну, у нас и неровное основание, на самом деле. И этот кирпич, он такой вот клинкер у нас здесь использован, металлический фасад, он абсолютно повторяет форму клинкера, и каждый кирпичик, он имеет свою форму. И это еще один важный момент, связанный, как раз правильно ты заметил, Дмитрий, с тем, что если у вас есть неровности в основании, да, чем больше вот этих точек контакта, тем лучше и качественно. И проще будет нам отыграть сейчас все это. И проще вам будет отыграть, все-таки качественнее будет конечное приклее. Ну, так, ну, я наверху, соответственно, элемент со мной здесь тоже наверху. Как мы видим, наше основание, на которое будет в конечном счете фиксироваться этот элемент. Что важно отметить? За счет того, что клей густой, за счет того, что клеящая способность у этого клея очень высокая, в принципе, поддержки никакой не требуется. Соответственно, я один вполне себе могу приклеить этот фасадный элемент. За счет того, что он у нас уже подогнан, подрезан и так далее, мы, собственно, просто устанавливаем его на наше монтажное положение. И фиксируем к основанию. Фиксация не занимает много времени. Самое главное, хорошенько везде прижать. Для того, чтобы все наши нанесенные полосочки вступили в контакт. И, собственно, тем самым зафиксировали наш элемент. Обратите внимание, у меня все получилось. Элемент висит на монтажном положении, никуда не истекает. Ну и, собственно, мы продолжаем нашу работу. Так, ну, монтаж верхнего элемента у нас уже выполнен. Соответственно, мы продолжаем нашу работу. И будем наносить клей на боковые элементы откоса. Здесь, за счет того, что элемент будет стоять вертикально, вот именно вот так, мы, соответственно, клей будем наносить тоже вертикально. Почему? Дело все в том, что вент, фасад, ну и этот элемент, можно сказать, тоже будет, скажем так, за ним происходить вентиляция. Поэтому, если мы будем наносить такими же полосками, горизонтальными, то, естественно, вот этот весь процесс вентиляции мы остановим. И воздуху, например, к клевому шву будет уже поступать в меньшей степени. Поэтому здесь мы наносим вертикальной полосой, и все у нас работает. Но за счет того, что у нас здесь есть возможность контакта с плиткой, и есть возможность контакта с, собственно, направляющими, мы будем наносить две полосы. Соответственно, и на эту, и на эту сторону. А теперь начинаем наносить клей на наши боковые элементы. Андрей, а у меня вопрос. Смотри, ведь у нас есть, соответственно, там наша направляющая обрешетка. И нам что теперь надо, вымерять вот это вот расстояние? Отличного отрознания, и, кстати, для него есть, в принципе, достаточно простое решение. И я предлагаю сейчас воспользоваться им, не наносить клей, например, на элемент, а нанести клей на наше строение сразу же, например, на нашу направляющую и на вот эту плитку. Тем самым мы ни в коем случае не нарушим процессы, связанные там с адгезией к материалам и так далее. И распределение клея также будет происходить по тому же принципу. Также клей будет, собственно, распределяться и не вовлекать воздух за счет того, что мы его нанесем. Тогда это будет отличное решение, нанести его на самом деле по месту. Вот здесь как раз у нас имеется обрешетка деревянная, да, и мы спокойно нанесем, собственно, клей, не занимаясь лишней работой, там, какими-то вычислительными процессами. Согласен, согласен. Давайте так и поднимем. Андрей, уступай, отдай место тебе. Все, не буду отвлекать. Так, ну что, приступаем к нанесению нашего клея. Единственный момент, я вот обратил внимание, ну, как бы деревяшка немножко запылилась. С этой стороны тоже. Здесь вот еще следы смолы. Поэтому предлагаю сначала, Дмитрий, обработать этот момент клинером, для того, чтобы, ну, на всякий случай убрать наши... Перестраховаться. Да, 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 согласен. Наши вот эти вот неприятности. Да, будем работать тем же клинером, собственно, Гостик Клинер, потому что он универсальный, работает по любым поверхностям, и нейтральный, самое главное, ничего у нас не окисляет. На лесах не очень сподручно стоять. Ну да, такой способ сразу видно преимущество. Ничего не замеряем, просто наносим на обрешетку. Да, именно так. Самое главное, это подготовка, чтобы, как говорится, в процессе нанесения уже не останавливаться и, собственно, просто напросто монтировать наши декоративные панели. Ну вот, мы нанесли клей. Потратили на это, ну, от силы минут 7-8. Вот, как я уже сказал вначале, у нас есть порядка 15 минут для того, чтобы приклеить наши фасадные элементы. Дмитрий, прошу тебя помочь подать элементы. Так, ну, спасибо, Дмитрий. И, соответственно, фиксируем наш элемент. То есть мы подводим его под наше положение монтажное, где мы хотим получить. Он уже, в принципе, вот висит, я ничего не поддерживаю. За счет того, что клей густой, как я уже сказал. И дальше мы будем дожимать как раз до того уровня, чтобы придать ему то монтажное положение, которое нам необходимо. Для этого, конечно же, если элементы большие, вам потребуется, безусловно, лиса, ну, чтобы, как говорится, залезть и посмотреть, где там у нас ровно, где неровно, чтобы, как говорится, в конечном итоге получить тот эффект, который вы хотите. И, опять же, обратите внимание, я, как говорится, никого не прошу поддерживать, то есть лазаю один, за счет того, что клей удерживает мой элемент и не дает ему никуда сползать, стекать и так далее. Ну, собственно, более-менее. Вот сейчас более-менее, да. Более-менее вровень. Остальное здесь уже работа герметика будет. Да, стоит отметить, что, безусловно, у нас остались зазоры, например, вот поверху элемента, куда будет вот так или иначе попадать влага, если здесь не предусмотреть какую-то кровлю, там, защиту и так далее. Или сбоку элемента. Ну и вообще, в целом, для того, чтобы повысить декоративную составляющую, так как этот элемент дальнейшую под покраску, мы все швы, стыки и так далее можем заделать обычным герметиком. За счет того, что у нас в данном случае используется фасадная штукатурка под покраску, по вот таким швам между такого рода элементами мы можем работать, например, акриловым герметиком. Он справится с этой задачей. Более того, акрил очень удобен с точки зрения работы дальнейшей финишной, то есть под покраску, например. А вот такие вот зазоры и так далее от влаги мы можем защитить водонепроницаемыми герметиками гибридными, которыми мы сейчас тоже поработаем. Никогда ничего не бойтесь, живите здесь сейчас, кайфуйте! Живите там, живите там! Никогда ничего не бойтесь, живите здесь сейчас, кайфуйте! Ну что ж, друзья, вот такую мы большую сегодня работу провели совместно с Андреем. Да, на самом деле это шутка, но клей, как видите, очень хорошо работает. У нас плитка до сих пор не оторвалась, все, как говорится, хорошо и позитивно. Да, вот, хотим подвести небольшой итог по факту выполненных работ. Спасибо Андрею еще раз, что уделил нам время, что мы разработали полноценное ТЗ по монтажу данных изделий декоративных, обходу дверей, окон. Что хочу вам сказать, действительно, вот этот вот клей, он достаточно эластичный, у тебя есть 30 минут, чтобы ты мог отыграть детали, выставить их ровно, и самое главное, состыковать все детали между собой. Это, бесспорно, огромный плюс, это очень неудобно. Ну, стоит еще, наверное, добавить про то, что помимо гибридного клея, который мы сегодня использовали, мы также применили герметизирующий материал. Да, мы применили герметик, и многие даже спросят у нас, а почему они на белые элементы применили темно-коричневый герметик? Герметик. Ребят, на самом деле все просто, почему коричневый герметик? Все элементы будут у нас краситься, они сейчас не финишные, они под покраску, мы еще будем работать с этими швами, об этом мы поговорим уже в отдельном видео. Да, а данный материал, он также красится, собственно, и как бы здесь нет никаких проблем, и даже если вы где-то не прокрасили там, или еще что-то, герметик за счет того, что он коричневый. Конечно, со швами мы еще будем работать, верхний шов обязательно надо заполнять сразу, чтобы туда у нас не попадали осадки. Ну, собственно, один мы лицевой шов сделали, для того, чтобы просто понять технологию заполнения, и он тоже будет у нас краситься в коричневый цвет. Ну, хочется подвести какой итог. Материал действительно понравился в работе, клей, с ним удобно. Ну, еще раз, благодарность коллегам за помощь. Мы всегда готовы помочь, большое спасибо за то, что компания Руфер приглашает и позволяет демонстрировать все свои материалы. Друзья, ну что же, на этом пока, до скорых встреч. Пока.